Юный правозащитник. Подведены итоги конкурса, организованного Генеральной прокуратурой России. Победители определены в каждом регионе. В качестве приза путевка в Международный детский центр «Артек». В числе призеров три ученицы столичной 59-й школы. С одной из них встретились мои коллеги. Екатерина Лекарева учится в 10-м классе. Ее интересы – международные отношения и иностранные языки. И то, и другое увлечение приносят ей награды, дипломы и победы в Олимпиадах. Одно из ее последних достижений – победа в региональном этапе конкурса «Юный правозащитник», который ежегодно проводится Генеральной прокуратурой России. Целью конкурса – это выявление наиболее активных, интересных, интеллектуально развитых ребят, которые в последующем могут составлять основу как работников органов прокуратуры, так, возможно, и основу нашей действующей власти. Одно из обязательных условий конкурса – это создание так называемого законопроекта. То есть ребята придумывали необходимый, по их мнению, закон или изменения в законодательные акты, какие-нибудь обосновывали их необходимость и расписывали, что они считают нужно сделать. Катя написала эссе на тему «Твори закон на благо общества», в котором предложила изменения в закон о допинге. Конкурс как раз совпал с проведением зимних Олимпийских игр. Спокойно смотреть на нарушение прав чистых в отношении запрещенных препаратов спортсменов было невозможно, говорит юная правозащитница. Я предложила несколько изменений законодательства, которые могут как-то поспособствовать улучшению ситуации, которая сейчас в нашем мире. Как бы это странно и, может быть, слишком сложно не звучало, упражнение Министерства спорта, изменение его на национальный комитет, поскольку во многих странах, где уже не раз замечались спортсмены с употреблением допинга, этого органа государством не было и Министерства спорта. Поэтому обвинения государству как поощрителю допинга у них не было оснований на это. А если есть национальный комитет, но нет Министерства спорта, то получается так, что эта организация не государственная, и поэтому государству никаких претензий не будет предъявлено, только к самим конкретным спортсменам. Идея интересная. Катя сможет ее развить и дальше в Международном детском центре «Артек». Сейчас, как и все региональные победители, она собирает чемодан. Всех призеров ждет тематическая смена «Юный правозащитник». А с 1 мая стартует второй этап конкурса. В нем может принять участие любой желающий школьник от 10 до 17 лет. Татьяна Трофимова, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.